Встретиться, побеседовать, потому что сейчас разойдёмся навсегда. Вы в скайпе. Скайп такая система разговора. Игнатий Лапкин. Два слова. Я один там с этой фамилией, именем. Лапкин. Игнатий Лапкин. А если вы зарядите во свете Библии, у меня канал здесь есть. Канал в Ютубе. Самый большой в интернете. У меня 20 800 роликов наших. Понимаете, что за цифра? Это канал. Мы строим деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Он спрашивает, как канал называется. Канал называется «Во свете Библии». Да, надо будет зайти посмотреть. Да вы сейчас зайдите. «Во свете Библии». Я на эти вопросы отвечаю. Сейчас как раз мои вопросы, которые студенты задавали. 4 124 вопроса. По отдельным файлам 14 человек работают на меня. Ну, на мои труды. И мы уже три четверти прошли. Вам будет очень интересно. Во свете Библии, знаете, Лапкин. А когда зайдете, а там вверху написано «Видео ткните» и сразу пойдет. Хорошо, но я уже завтра, сегодня уже у меня... Ну, вы имеете в виду. Запишите это, не забудьте. А потом в скайп зайдите. Я все ресурсы скину. У меня везде есть свой сайт, огромный сайт. Там 50 книг моим голосом насчитаны. Еще в 80-е годы. И какие вопросы будут, вы приготовьте их, запишите. Любой вопрос. А у меня сейчас есть, можете ответить. Давайте, говорите. А вот мы про храм будете говорить, русская православная церковь. Это же мафия на самом деле. Но это нас не касается. Бог поставил меня исполнять и молиться. У меня правило, Библия. Вот патериарх имеет там то, другое. Мы строим православную деревню. У меня брат священник. У нас церковь, храм построили, государственную школу, дорогу, пруды. Все сами делаем. Без помощи государству. И что, у нас тарелка не ходит. За крещение ни за что деньги не берутся. Включенная десятина все погасила. Наши две общины такие. Вот когда зайдете, вот вчера я проповедь говорил в храме, она уже выставлена. Вы выслушайте ее. Я говорил на тему Амоса Пророка, 8 глава, 11 стих. Вот наступают времена, говорит Господь Бог. Я пошлю жажду, не жажду воды, не желания хлеба, а жажду слышания слов Господних. И молодые юноши и девушки будут ходить от севера к востоку, от моря до моря, ища Слово Божие, и не найдут. И скажут, жив Бог твой Дан. Такие падут и не встанут. Люди не поймут, что такое Дан. Дан это из колена, их 12 колен в Израиле, и Антихрист произойдет. А где это известно? 49 глава Бытия, когда Яков умирает и говорит, Дан, на дороге всадника прокинется, будет змеем. Это библейские слова. Вот так, дорогой. Вас как звать-то? Степан. Степан. А вы знаете, что означает по-русски? Ну, я вас только помню. Ну, вот это еврейское слово означает венец. Венец. То есть ты увенчанный, славой Божией должен быть. А сатана только пока здесь. Ну, считайте демон Лермонтова. Он, конечно, говорил как, когда услышал, как ангел поет. И ныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень, слезою жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой. Он вспомнил, откуда пал, как, сказали, планетой перекликался. Ну, поэтическое воображение. Ну, близко и к истине. Так что, Степан, дорогой, приходи в скайпе. Я вам все ресурсы скину. А еще раз канал назовите свой. Во свете Библии. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Четыре слова. Игнатий Лапкин. Да. Во свете Библии. Библия свет дает. Вам будет очень и очень, не то что интересно, а полезно. Сколько душ обращается. Я вот здесь уже в этой рулетке семь месяцев, наверное. А я полчаса как поставил. Как говорите? Ну, я полчаса назад только эту рулетку установил. Вот видите, это Господь Бог. В чате молитва вас, Степан, достигла. Вот, а я сейчас заходить, помолился, потому что у меня другая работа. Мне 81-й год. Я работаю, у меня там и Фейсбук, и Твиттер, и Одноклассники, и Контакты. Ну, помогает администрация. Я, главное, это вообще от рулетки сейчас. И у меня свой сайт. А сайт, сайт, через Гугл найдете. Он также называется. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Там мои книги. 38 в бумажном варианте и 7 в интернет. Сейчас последние у меня 4 книги. По 800 страниц из одних стихов моих. Понимаете? Из них 80 с лишним положено на песнопение. Вы когда просчитаете, там о сатане, о сатанистах, все найдете. Вот как. Ясно. Вот котики у вас там есть. Да, у меня не один. У меня здесь трое. И там, где храм, он... Ой, Паля, Паля, дай-ка я покажу. Подожди. Паля какая. Как лиса какая. Ну да. Ушистая. Ах, красавица. И там у меня... Всего у меня 11 кошек. Которые осенью бегали, они замерзают. Мы до весны кормим. Специально. Место там есть такое большое. Под трапезой. Свет включенный. Вот. У меня в этом возрасте что можно? Я прикормил примерно 100 воробьев. Кормлю регулярно каждый день. Дикие голуби 45. И жуланов. Около 40. И свои у меня голубятни здесь и в деревне. Знаете, как интересно. У патриарха там яхта. Я говорю, у меня ржавый велосипед. Но у меня две голубятни. У него не одной. У него не одной, да. А у меня статья была в губернской газете на развороте. У злого человека голуби не живут. А у меня там две голубятни. Да здесь одна. Это третья. Да я еще в доме держу. Прям в доме. Я их почти 70 лет держу с лишним. Красота. Как воркуют. Как, говорит, лепота. А холодно у вас сейчас, нет? Да. Ну, сегодня, не знаю, 24, наверное, градуса. Нынче снежная зима необыкновенная. До самой крыши снег иногда. Техника забрасывает. За зиму один раз только снег выпал и сразу же осталось. А вот такой. Алтай-то житель со Сибири. А я из Глоруссии. А вы знаете, когда по Москве подпер Гитлер-то, когда сибиряки-то пришли, какую роль сыграли-то? Они же рубанули его. 130 километров пятки сверкали. Сибиряки. Здесь народ... А я думал, весь Советский Союз в этом участвовал. Конечно. Но дивизии-то пришли-то как раз отсюда двинули-то. С Сибири. В полушубках. А у тех дрожат. Он же не готовился близкригом своим-то. Просчитался фюрер. Согласен. Ладно, тогда. Ну, так, с Богом. Если у вас будет, я говорю, желание, вы найдите меня. Я вам скину ресурсы. У нас идут занятия по скайпу. Я сразу вам скину данные. Три раза в неделю. И ежедневно утром мы молимся по скайпу. Там с Абзумиры люди приходят. Это очень интересно. У нас настоящая жизнь идёт. Вот мне Бог позволил выбросить из лексикона слово «проблема». У меня его нету. А как? Нерешённый вопрос. Земля России потеряла 31 тысячу сёл. Мы взяли, получили статус «строим село». Православное. Дети, говорит Нургалеев, министр внутренних дел. Три миллиона беспризорных, как в гражданскую войну. Проблема. Я говорю, не проблема. А нерешённый вопрос. Создаю лагерь. И я его начальник 48 лет. Без помощи государства. Всё сам должен строение был построить. Набираю детей, отвожу. Ни одного урода не было. А наркоманы делаются настоящими. Тысячи детей без помощи государства. Не образованный народ. Проблема в народе. Я иду и преподаю в пяти университетах, 13 школ, 7 отделов милиции, городской и краевой УВД. Все воинские части, заводы, паблики, три радиопрограммы. И все говорят, температура в крае изменилась. Почему? Бог делает. Это не моё. У меня нет гуманитарного образования. Я технарь. Бог это делает. Понимаете, как? Когда мы начинаем для Бога делать, у нас в лагере главный лозунг. Россия должна встать. Второй. Россия – это мы. И дети скандидируют. Россия – это мы. Ну, другого пока нет. И фильмы у нас сняты, и государственные фильмы на таких бобинах, занявшие первое место на международном конкурсе. И о моей биографии, занявшей первое место в России. И вы там найдёте на сайте. Вот так, Степан. Это и Господь что-то родственники у вас морились, или кто? Что встретились в первый же день. Может быть, мама. Может быть, мама. Вот помни, мама. Она живая, нет? Ну, слава Богу, да. Ну, и так и молитесь о ней. Как её звать? Лилия Николаевна. Господи, помилуй эту сестру и Стефана. Да благословит вас Господь. Жду в гости, дорогой Стефан. Приходите. Мы православные, в любой храм ходи. Это не сектанты. Сектанты не кресятся, и они безбородые. Я тоже бреюсь. А не надо бриться, не надо. Это подкаблучники бревются. Две мамы в одном доме – это много. Да, ну, не знаю. Здесь, мне кажется, наоборот, у нас бородатенькие ходят, чтобы девчонкам нравится. Да вы сами посмотрите в храме. Христос, апостолы, пророки. Посмотрите, Лев Толстой, Достоевский. Адмирал, который всех известнее. И как он выглядит? Все с бородой. Даже Сикстинская Мадонна. Папа Сикс с бородой. Мужчине Бог дал бороду. Это счастье для него. А женщина по-другому выглядит. По-другому выглядит бык и корова, баран и овечка, петух и курица. Мужчины отличаются. Сейчас непонятно. Девчонки как парни, парни как девчонки. А когда зайдете, вы наших женщин увидите. Я думаю, вы даже в глаза не видали таких. Как они одеты. Вот так, как два платка по русскому обычаю. Платье до полу. Какие дети? Это на открытки только давать таких. Хорошо, зайду обязательно посмотрю. К нам американцы как-то заглянули. Тут и какие у вас женщины красивые. Главное. А я говорю, это платки красивые. Ну, с Богом, Стефан. Да, и удачи вам. Храни вас Господь. Так, мы пришли сюда возвестить великую милость Божию к людям. Ухте, Божечки, вы человек святой. Я вам подражаю и вам буду любим. У вас вопросы есть о душе, о вечности? У меня вопросов к вам, по большому счёту, нету. У меня один единственный вопрос. Зачем вы здесь находитесь? Потому что мы верующие, православные люди, проповедники. И Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. А кто не будет веровать, осуждён будет. И мы выполняем эту миссию. И Господь сказал, не здоровые, а больные имеют нужду во враче. Идите и вращуйте людей Евангелием. И мы поэтому пришли сюда. Я уже почти 7 месяцев здесь нахожусь. Где? В чат-рулетке, которую создал Андрей Терновский. Понял, понял. То есть, вы изначально, получается, заходите в чат-рулетку для того, чтобы пропагандировать православие, получается? Нет. Мы должны познакомиться со Христом, чтобы они узнали. А дальше душа изберёт сама где быть. Друзья, я с вами, давайте, я с вами сближусь. Вот. Я тоже православный человек. Вот. Вот мой крест. А ещё он у вас отдельно-то, крестик лежит. А у меня почка порвалась. Так, вы сейчас, вы нормальный сейчас? У вас вид какой-то, как обкуренный такой. Я выпил пиво. Ну, не надо это. Вот если у вас, давайте так поговорим, что если у вас будет желание встретиться, я вам скажу сейчас, то вы найдите в скайпе Игнатия Лапкина. Не пейте ничего, сейчас пить начнёте. Я уже знаю вас. И вы там получите полную информацию, ответ на все вопросы. Вы сейчас не способны слушать столь великие слова. Я с людьми работаю уже 58 лет. Ну, я вижу, что вы человек старец. Старец. Вот. Я вижу, что вы умный человек. Я вижу, что вы можете умные мысли донести до людей. Вот. Зачем ссылаться на какие-то, не знаю, мыслимые, какие-то там, то, что у вас там, где-то за вами стоит. Давайте сразу поговорим. Да, да, да. Знаете, есть такое выражение. Лучше божественная мудрость, книжная мудрость, чем самобытная глупость. Я считаю, Слово Божие, Библия, самая популярная в мире книга, 3600 лет уже. Слушайте, вот вы, как человек православный, да? Да. Знаете, мне вот что скажите? У меня проявилась любовь. Вот вы найдите меня в скайпе, Игнатий Лапкин. Я сейчас хочу сказать. Я хочу сейчас сказать. У меня проявилась любовь. Есть такое государство, Сербия. И у меня получается, ну как оно проявилось? Я начал любить эту страну, начал любить их людей. Не просто так. Ну, это выбор ваш. Мы в Сербии были. У меня вышло 38 книг из Пищати, из Барнаула. Мы доехали до Ладовостока, до Лиссабона. Посетили 650 городов и сел. Везде подарили полный комплект моих книг. У меня 38 томов вышло. Так что в Сербии мы были. Бедная, забитая страна. Бедная, бедная, да, страна. Не забитые, но я бы не сказал, чтобы они бедные. Забитая, повторяю, забитая. У меня благодарность, когда книги там в Белграде, кажется, отдали. Извините, вы кто по национальности? Так, ну все пока на этом. С Богом. А, понятно, короче. Вы типа троллите. Вы специально это делаете для того, чтобы люди... Вы зайдите во «Свете Библии», канал у меня посмотрите. Я не зайду. И я специально не буду...